Как правильно дышать при выполнении упражнений? Правильно дышать это очень просто. Вы подходите к гантелям, наклоняетесь за ними, вдох, выпрямляетесь, выдох. Каждая следующая фаза движения совпадает с фазой дыхания. Это относится к всевозможным жимам и разводкам для груди, лёжа и сидя. А вот при работе на наклонной скамье, подъём на бицепс, там расклад другой. В этом случае правильное дыхание выглядит так. Вы сидите на скамье, наклоняетесь за гантелями, вдох, выпрямляетесь, выдох. Потом делаете вдох, начинаете делать выдох с одновременным подъёмом гантели. Наклон вниз, вдох. И только так, и не важно, что вы делаете. Наклоняетесь за упавшим карандашом или выполняете становую тягу. Нельзя также перекрывать дыхание. Если кратковременная его задержка вполне допустима, то перекрытое дыхание может привести к серьёзным последствиям. Для примера рассмотрим становую тягу. Если вы работаете в обычном тренировочном режиме, то здесь намного проще. Если вес относительно небольшой, то всё понятно. Но если вы выполняете тягу с максимальным весом, одно-два повторения, то здесь нужно быть внимательным. С большим весом. Самым опасным является момент отрыва штанги от пола. Вы берёте гриф, напрягаетесь и вдруг замечаете, что дыхание вы перекрыли умышленно, даже не заметив этого. Этого делать категорически нельзя, так как в момент кратковременного усиления на перекрытом дыхании значительно возрастает кровяное давление. Если не вникать в сложные медицинские термины, это можно сказать, что от этого могут лопаться кровеносные сосуды, снабжающие мозг кислородом, а также микрососудики в глазах. Если у вас после тяги слышится шум в ушах, это оно и есть. Но не переживайте, это в самой лёгкой форме. Нужно отдохнуть и скинуть вес, по крайней мере, на время. После тяги может также чувствоваться потемнение в глазах. Нужно отдохнуть и скинуть вес штанги. Если в глазах появились красные точки, это уже серьёзно. Это где-то внутри глаза лопнул сосуд. Штангу нельзя трогать до тех пор, пока точки в глазу не рассосутся. Это, конечно, нежелательно, но ничего страшного. Просто нужно поберечься. Подобное может наблюдаться и во время приседаний, и от перегрузки. Но это нужно очень уж постараться. Итак, делаем вывод. Правильное дыхание – это залог успеха. Понравилось видео? Ставим лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok